Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. В этом видео посмотрим на графики по биткоину, Тесла. Рынок технологичных компаний вчера упал на 2%. S&P 500. Такого не случалось с 2007 года. Или NASDAQ 2%. А этого не случалось уже целый год. И это, вероятно, потому что есть опасения по поводу Камалы Харрис, которая пошла на президентские выборы. Биткоин 65300 долларов. Была двойная вершина на 68. Все еще хорошие торговые объемы. Переходите на этот сайт bitcoinprice.live. И здесь вы можете увидеть, кстати, телеграм-чат. Маунт Гокс перевели 48 тысяч биткоинов на Кракен. И, похоже, это становится причиной паники. Индекс страха и жадности находится на отметке 68. Ставка финансирования 0001. И биткоин 65400. Видите, опускался на 65, но затем отскочил. Но 65 это ниже, чем вчерашний минимум. Там был 65200. В этом видео проведем теханализ биткоина, Теслы. Потому что Тесла сильно просела вчера. После публикации финансовых отчетов. Тесла идет к отметке 200 долларов, где я собираюсь еще докупить. Если бы финансовый отчет был хорошим, то Тесла пошла бы вверх на 598. И отчет в итоге был не очень. Хотя доходы-то были неплохие. Но там были дополнительные расходы, которые обычно не являются частью их квартальных доходов. И они привели к убыткам. Это были бы хорошие доходы, если бы этих расходов не было. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. И Тесла минус 12%. На этом финансовом отчете вернулась Тесла, к сожалению, в этот большой симметричный треугольник. Тесла из него выходила вверх. Помните, там Илон Маск со своими лазерными глазами и так далее. Встретила сопротивление. И там финансовый отчет плохой. И упала. Я говорил, что в таком случае пойдет на 200. Хотя я все еще в плюсе на 53%. Но если тянуть от вершины, то получается, что Тесла упала уже на 20% после этого финансового отчета. Теперь давайте на биткоин. 65 550 долларов. Начинаем, как обычно, с недельного таймфрейма. Биткоин над годовой трендовой линией. Но стахастик развернулся вниз. Смотрите, идет вниз стахастик. Криптогуру-бот все еще держит сигнал на покупку, который он дал еще в феврале 23-го года. Биткоин-индикатор-бот дал сигнал на покупку и еще не перевернулся в продажу. Но хорошие торговые объемы все еще. Перевернутые головой плечи формируются на дневном... Хотя нет. Я бы не сказал, что это перевернутые головой плечи. Это скорее... Вот так можно провести. Да каких-то особо паттернов не вижу. На дневном таймфрейме. Стахастик нарисовал двойную вершину. Развернулся вниз. Но заходят хорошие торговые объемы. Я думаю, что биткоин все еще находится в первой волне элета. Можно ли сказать, что закончилась уже эта волна? И типа уже началась коррекция. Возможно. И биткоин опустится к трендовой линии снова. У меня есть торговая идея, которую я давал пару дней назад. Биткоин приближается к цене входа. На 64 800 опускался. А цена входа стоит на 64 498. Если вы еще не зашли в эту сделку, то я бы опустил на более сильную поддержку. Потому что, похоже, битточек может пролиться. Если на фондовом рынке такое падение было в 2%, то вполне возможно, что и на биткоине будет тоже. Я бы поставил цену входа на 62 800. Стоп лосс на 62 289. И тейк профит на 72 и на 88. Риск 498 долларов. Заработать можно 28 200. С десятым плечом заработаете 280 000 долларов. Цена входа 62 787. Проверим еще четырехчасовой. На четырехчасовом выглядит окей. Зависит от того, закончился первый импульс или не закончился. Началась коррекция или нет. Об этом мы узнаем в течение ближайших нескольких часов и дней. Если вы хотите открыть более рискованную сделку, есть вариант поддержки повыше. Вот на этом уровне. Здесь нужно торговать с коротким стоп лоссом. Просто попытаться поймать отскок. Ну, хотя это уже на самом деле близко и к той торговой идее, которую я уже дал. И если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео полезные ссылки. На байбет регистрируйтесь, получайте бонус до 30 000 долларов. Если вы торговали на каких-то других биржах, вас там кто-то кинул, или там высокие комиссии, или вы не уверены в надежности биржи, то тогда переходите на байбет. Я уже больше четырех лет торгую на байбет. Никаких проблем. Два. Проходите мои курсы по криптотрейдингу. Учитесь теханализу. И три. Присоединяйтесь к моему телеграмму. На моем торговом балансе 578 800 долларов за 30 дней. Было 574 000, опускался на 520, 513 даже, поднимался на 611, и теперь 578 000. То есть практически с чего начинал. Туда и пришли. Ровно по месяцу. Сделочка по биткоину в плюсе на 27 900 долларов. Ставка финансирования 0,01%. То есть я плачу за удержание этой позиции. Хотя биткоин особо не движется. Позитивная ставка финансирования. Многие позаходили в лонги. Теперь давайте проведем теханализ Теслы. Тесла вчера упала на 12% после публикации финансового отчета. Заработок на акцию 0,42. Ожидаемый 0,61. Ожидаемая прибыль 24 миллиарда. Но они и достигли этого показателя. 24 миллиарда. Но за счет тех показателей по акциям, это считается, что не дотянули. На Тесла мы видим нисходящий клин, из которого она вышла вверх. Это уже отработало. Также была перевернутая голова и плечи, которая тоже отработала. И затем большой симметричный треугольник. Вот он, большой симметричный. Обычно этот симметричный треугольник работает так. Внутри создается давление, давление. И выходим вверх, когда пройдем 70% длины. И посмотрите, Тесла вышла вверх из этого треугольника. Но затем в него вернулась. Тем не менее, все еще возможно, что Тесла снова выйдет из этого треугольника. После того, как найдет поддержку. Уровень поддержки на Тесла может быть на 200 долларов и ниже на 165. Хотя я думаю, что на 165 Тесла не пойдет. Разве что будет большая паника на рынке. Я думаю, что оттолкнется Тесла от 200. И будет выходить из этого треугольника вверх. Я бы добавил еще в эту позицию. Закупил бы на отметке 200. А может быть даже и пониже. На 190. Такое тоже вполне возможно. На этом рынке, с такой политической ситуацией и так далее. Ну а цель по тейк профиту в долгосрок 570 долларов. Вот так можно было бы в Теслу зайти. Соотношение риск-прибыль 62.29. Покупаем на 200 или 190. А тейк профит ставим на 575. Но опять же, это не финансовый совет. Я просто делюсь своим видением ситуации. Вы проводите свои исследования и принимайте свои решения. Джеймс, сделайте их анализ по эфиру. Привет из Бангладеш. Смотрю тебя два года. Привет из Южной Каролины. Видишь ли ты раннюю вершину этого цикла? Я думаю, что биткоин в первом импульсе Элиота. Привет, дружище. Хорошее видео. Продолжай в том же духе. И тебе воздастся. Записывай вечерние обзоры, если есть что-то важное. Привет тебе из Казахстана. Смотрю тебя с 22 года. Я перестал торговать, но хочу к этому вернуться. После того, как пройду твои курсы. С любовью из Канады. Пожалуйста, проанализируй Пепе. Пожалуйста, Джеймс, не надо интро. Многие зрители хотят интро. Многие не хотят интро. Я не знаю, ребят. Пишите еще в комментариях. Какой наилучший способ зарабатывать на криптотрейдинге? Пройдите мои курсы и узнайте. Когда вы учите теорию, можно переходить и к практике. Привет, Джеймс. Кто вдохновил тебя на трейдинг? Кто был твоим ментором? Я бы сказал, что Уоррен Баффет. Я хочу запустить подкасты, пригласить его в гости. Я начал торговать в 14 лет на Форексе. Уже тогда начал делать теханализ. Я хотел тогда инвестировать какую-то сумму денег и начал искать, как это делать. Нашел Форекс, вложил какие-то деньги, начал торговать. Мне было тогда 14. Кто был твоим ментором? Это был Уоррен Баффет, один из самых богатых людей мира. Богатый, счастливый инвестор. Заработал миллиарды долларов. И он такая счастливая личность. Здоровый. Радуется жизни. Ну что ж, на этом на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Спасибо за ваши вопросы. В следующем видео сделаю анализ Пепе, эфира. Попробуем и то, и другое. Если я что-то пропустил, то пишите об этом в комментариях. Всех люблю, обнимаю и увидимся завтра.